Всем привет! Сегодня 9 апреля, Московская область у нас передает потепление, плюсовая температура не только днем, но и ночью, поэтому я решила поработать с лавандой, точнее ее обрезать. В этом году для лаванды была зима тяжелая, в прямом смысле этого слова, потому что мало того, что было много снега, потом у нас резкое потепление, снег хорошо осел, начал таять и резкие опять заморозки. Этот снег превратился просто в ледяной тяжелый наст. Сверху опять еще снег, еще и морозы. Вот такая зима. И, конечно, лаванду разломала немножко, потому что я осеннюю обрезку делаю, да, обязательно, но она не низкая. Я низко и формирующую обрезку делаю только вот сейчас весной, поэтому разломала, ничего не скажешь, но вот здесь видно, видите, поломанные ветки. Я их буду вырезать, но ничего страшного, я ее сформирую, низко обрежу, сделаю ей форму, и она, я думаю, что будет летом красивая. Это лаванда узколистная, она зимует у нас в Московской области, отлично. В данный момент это сорт голубой простор. Здесь тоже разломала, вот как снег здесь лежал, и все его, что самое интересное, я хотела его почистить, убрать этот лед, ничего не получалось. Он так сильно лег сюда, что вот пока момент, нет, я дождалась момента, когда он растаял. Поэтому лаванду сейчас нужно обязательно обрезать, сформировать, чтобы были красивые кусты. Хуже всего перезимовала лаванда узколистная, тоже это белая, сорт называется белый иней. Это от биотехники были семена, всю лаванду я свою выращивала из семян. Вот выглядит она очень презентабельно, но посмотрим, обрежу. Ну, честно говоря, она всегда вот такая была серенькая лаванда в плане, да, не было в этой лаванде роскоши, я могу сказать так. То есть вот эти кусты и эти кусты. Этим кустам, между прочим, уже два года. Давайте подойдем к другому сорту. Здесь четыре куста. Это сорт Мальтик Стрейн. Тоже его развалила. Видите, попереломала все ветки. Ну, не все, но многие, вот они, пеньки стоят. Вот, и как раз это, конечно, середина. Ничего страшного, сформирую, все закроется. Выглядит она не очень красиво. Вообще лаванда не очень красиво выходит из зимы. Но, когда вы ее обрезаете, формируете, она быстро начинает нарастать, пробуждаются вот эти все пазушные почки, и лаванда будет очень красивая. Но сейчас не очень. Давайте сейчас подойдем к кустам, которые я уже обрезала. А это итог обрезки и формировки кустов лаванды. Полная тачка. Вот таких тачек у меня, наверное, будет три или четыре, потому что у меня на участке больше 60 кустов лаванды. И здесь, как вы помните, у меня а-ля розари высажены три розы, и по кругу у меня розари оформлен кустами лаванды. Только здесь у меня с краю верески высажены. Давайте поближе подойдем к кустам, и я вам покажу. Все, видите, уже обрезано. Это кусты тоже довольно-таки взрослые, наверное, года два или три. Это сорт узколесной лаванды, называется просто английская. Так было написано на пакетике. Обрезка, смотрите, низкая, как вы видите. От земли я оставила, наверное, ну, сантиметров, может быть, 10, может быть, 8, но не больше. Сформировала таким полукругом, чтобы красивая форма была. Весенняя обрезка всегда она и формирующая, и именно обрезка всего лишнего. Вот, где что поломано убирать, а где что сгнило. Как вы знаете или обратите внимание на кору у лаванды. Она очень рыхлая. Она такими рваными кусками. Вот поэтому она боится очень запревания. Малейшая влажность выпривает куст моментально. Спасти практически невозможно. Поэтому лаванду сажают всегда или на возвышенность какую-то, или там, где нет мокнущих вот этих мест. Еще осенью я всегда подсыпаю возле веточек песок, чтобы ветки лавандой не соприкасались с землей. Вот каждому кустику можно подойти и рассмотреть. Тоже аккуратно обрезала. Тоже здесь середину, видите, как развалила. Но при низкой обрезке пойдут боковые побеги. И вот эту лысинку они закроют. Лаванду нужно обязательно обрезать. Не имеет значения, молодой куст у вас или старый куст. Все равно подлежит обрезке. А то так у вас получится, что ноги у лаванды оголятся. И вот эти все листики будут только на верхушках. И на верхушках будет со свете. А здесь внизу-то весь куст будет голый. Поэтому обязательно лаванду обрезайте пониже. Но не сказать, что на пенек. Вот я оставляю сантиметров 10 максимум. И вот уже, если видно, сейчас поближе вам покажу, это нарастают новые побеги. Видите, они идут практически с самой земли. Можно сейчас еще, знаете, что сделать? Подсыпать сюда песок. Вот. Ну, небольшое количество, конечно. Вот он, кустик. Тоже выглядит неплохо. В принципе, ну, зимы лаванда не очень красивая. Поэтому уже будем смотреть на нее летом. Я вам, конечно, покажу. У меня много кустов. Обрезать я буду очень долго. Вот тоже сформированный кустик. Я еще потом немножко подрежу. Я просто здесь уже, в этом цветнике, занимаюсь лавандой, наверное, полдня. Поэтому, вот, кажется, да, куст сухой, неживой. Но ничего, она отойдет после обрезки. Земля влажная, поливать ни в коем случае не нужно. Я ничем не подкармливаю лаванду. Вот растет она у меня и растет. Вот здесь еще у меня. Я открыла уже розы. Я их мульчировала хвойным опадом. Слегка разгребла. В принципе, сейчас поближе вам покажу. Нормально они перезимовали. Эта отличная роза перезимовала. Эта тоже отлично перезимовала. Вот эта почему-то, я не знаю, по какой причине, но она подмерзла. Видите, мне пришлось ее обрезать сегодня. Черные были ветки. Но они не живые даже там. Вот, но она идет. Вот они, видите, молоденькие листики. Я думаю, что это идет. Вот из трех почему-то это очень плохо перезимовало. Вот так сейчас это все выглядит. Не очень красиво, но ничего. Уже в мае будет совершенно другая картина этого розария. А мне помимо вот той лаванды, что я вам показала, да, еще больше 30 кустов возле забора. Цветничок у меня небольшой. Там еще работы много. Так что занимайтесь обязательно лавандой. Не дайте пропасть ей. И чем пораньше начнете, тем лучше. Еще вот такой момент, что... Слышала, что говорят, нельзя лаванду рано обрезать. Как пойдут новые побеги, там вы уже будете видеть, где резать, где не резать. Ничего подобного режьте. Потому что чем раньше вы обрежете вот эту всю мокрую зелень, а здесь некоторая лаванда на концах у меня была живая такая зелень. Она просто под снегом была. И вот это, чтобы все мокло, здесь замокало, смысла нет. Смотрите, я сейчас его обрезала. Он у меня проветрился уже замечательно. Смотрите, и земля уже под веточками немножко ветром так подсушилась. И все замечательно. А так я бы, знаете, сколько ждала, когда у меня эти почки проснутся, боковые побеги. Ну, что-нибудь подобного режьте и не задумывайтесь. Чтобы она у вас уже обрастала и обрезка вы, тем более, даете старт молодым вот этим побегам. Чтобы они уже стартовали. Смотрите, вот они. Вот эта вся серединка за счет вот этих вот молодых побегов она зарастет и будет очень красивый куст. Так что обрезайте и не ждите ничего. Как только плюсовой температуры, можно уже обрезать. Потому что я уже обрезала и гортензии. Сейчас я быстренько вам покажу. В принципе, неплохо все перезимовало. Вот, смотрите, видите, здесь лежал прям лед. И немножко серединка выприла. Тоже здесь подубрала. Это гвоздика перистая. Вот, обрезала уже все гортензии. Это метельчатая. Здесь на три почки. Я не обрезаю на две. Это, по-моему, фантом у меня гибрид. Ой, гортензия метельчатая. Ну, так все выглядит. Там древовидная гортензия обрезана. Сделаю еще, формирую еще обрезку. Это шелковица на штамбе. Две штуки. Одну я буду в этом году убирать. Вот эту в другое место. В общем, у меня ждет работа. Цветник сейчас не очень красиво выглядит, но потихоньку-потихоньку оживает. Можжевельники. Меджулип. Там еще голубой. Литл джем. Горная сосна. Зелень есть. Бадан. Голубая. На штамбе ель. В общем, готовимся к лету. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok